В Южной Корее продолжается такая неразбериха, вызванная действиями президента, действиями оппозиции. С одной стороны, это выглядит как попытка сместить законно избранного лидера государства, с другой, как попытка военного переворота со стороны уже президента. В общем, там полнейший дурдом у них в Южной Корее образовался. И сейчас попробуем разобраться, что там происходит, чем это может закончиться, какое отношение к этому всему имеет Северная Корея и имеет ли вообще. И немного введем исторический контекст, вот как мы с вами любим, да, немножко рассказать о том, что из себя представляет Южная Корея и как вообще выглядела ее политическая система, вот в которой, как выясняется, военные перевороты и вообще подобные вот казусы и неурядицы являются чуть ли не исторической традицией. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале. Не забудьте, пожалуйста, поддержать это видео, поставьте лайк, оставьте комментарий, включите уведомления, подпишитесь на канал обязательно, если еще не подписаны, и можно помочь финансово, донаты, кнопка супер спасибо, супер thanks или сердечко с долларом, две платформы Boosty и Patreon, ссылка на них находится в описании, и можно стать спонсором канала на YouTube. Все это очень помогает, очень нужно, важно, полезно, и огромное спасибо всем, кто это делает. Итак, южнокорейский президент Юн Сок Ёль, вот так его зовут, но дальше его будем называть президент Юн, неожиданно вдруг ввел военное положение, он обвинил оппозицию, у которой есть большинство в парламенте, большинство простое неконституционное в том, что они ведут подрывную деятельность, и они вообще просеверокорейские. И вот он ввел военное положение, это означало приостановку деятельности парламента, СС массовой информации, запрет на собрание, там, митинги, шествия и так далее, и тому подобное, в общем, все атрибуты военного положения, но через 6 часов после этого, под давлением, как бы, общественного мнения, он отменил этот указ о введении военного положения, и теперь его обвиняют в попытке государственного переворота. В общем, такой получился очень краткосрочный переворот, и очень сильно напоминает ГКЧП, если кто помнит те события, да, на стыке России и Советского Союза, соответственно, был введен Государственный комитет по чрезвычайному положению, который там сутки продержался, после чего развалился. Короче говоря, в общем, очень похожие события. Все-таки имеет смысл сначала ввести исторический контекст, да, как там вообще все у них происходило. Ну, мы сильно далеко там во времена, я извиняюсь, Монгольской империи заходить не будем, да. Во время Второй мировой войны Корея была оккупирована японцами, потом была освобождена, с севера ее освобождали советские войска, с юга американские, где-то там посередочке они встретились, получились две зоны оккупации, советская, соответственно, и американская. Советская, там организовали марионетчное правительство во главе с Кимерсеном, великий вождь там и товарищ, у них там свои титулы. И на юге, соответственно, образовалось проамериканское правительство. Пять лет это все сосуществовало как-то ни шатка, ни валка, уже начиналась холодная война, и, соответственно, одним из первых, это считается вообще чуть ли не первый конфликт холодной войны, Северная Корея напала на Южную, началась Корейская война. Северяне дошли практически до края Корейского полуострова, уперлись в так называемый Пусанский периметр, который обороняли американцы, прорвать его не смогли, потом американцы высадились, погнали Северян аж до китайской границы, потом вмешался Китай, во всем этом принимал часть Советский Союз, в общем, там был полный дурдом и ужас, и вот три года воевали, в 1953 году товарищ Сталин помер, и война сразу прекратилась, граница прошла по так называемой 38-й параллели, и вот, собственно, с тех пор существует Северная Корея и Южная Корея, да. Корейский конфликт всегда был такой важной частью Холодной войны, но когда Холодная война закончилась, Корейский конфликт продолжился, и по сей день, собственно, существует. Южная Корея пошла по пути демократическому, по пути развития, и на сегодняшний день представляет из себя высокоразвитая в промышленном технологическом отношении государство. Северная Корея, это какой-то долбанный заповедник, вообще непонятно, по какому пути он там идет, это просто вот, ну вот, я не знаю, как в антиутопиях буквально, вот можно туда возить людей на экскурсии и показывать, что сейчас, собственно, и происходит периодически, туда сейчас активно развивают туризм из Российской Федерации. Ну, бог с ним, Северную Корею пока оставим в покое. Надо сказать, что в Южной Корее бурная была всегда очень политическая жизнь, в отличие от Северной, которая является, по сути-то, наследственной монархией с признаками тоталитаризма. И там у них постоянно происходили военные перевороты, постоянно. Вот я из курсов политинформации школьной, я учился в советской школе, я помню имя Чон Духван, это был один из южнокорейских диктаторов. Вот я прям это запомнил на всю жизнь буквально, вот это было. В двух словах я вам сейчас обрисую, как там у них это все развивалось. В 61-м году, это был май 61-го года, военные пришли к власти, и был такой диктатор, у них образовался Пак Чон Хи. Военные захватили власть, потому что им казалось, что страна идет не туда. Образовали там временный такой революционный комитет, и начали, значит, поворачивать страну в сторону. Там вообще как бы дискуссии всегда шли не в сторону, там объединяться, не объединяться с Северной Кореей, там тяготеть, не тяготеть к Соединенным Штатам, по какому пути вообще стране двигаться вот в промышленном отношении. Плановая экономика или рыночная? Вот они из-за этого постоянно устраивали перевороты, что любопытно. Потом Пак Чон Хи провел выборы, избрался на них и стал править. Это несколько напоминает историю с Пиночетом, который сначала захватил власть, а потом эту власть легализовал через выборы. Они вот в 61-м году был переворот, в 62-м был референдум о возвращении к президентской форме правления. Проголосовало там больше 70% за, они провели выборы, и Пак Чон Хи выставил свою кандидатуру, избрался и, в общем, какое-то время правил. Надо сказать, что Пак Чон Хи, несмотря на то, что был избран как бы демократическим путем, все равно был диктатором, там продолжало действовать военное положение, были студенческие волнения, которые подавлялись армией. Он отправил армию, точнее, военных южнокорейских во Вьетнам. Порядка 300 тысяч южнокорейских военных прошли через Вьетнамскую войну. Короче, в конце концов, его убили его противники. В результате покушения он был убит. Причем убил Пак Чон Хи, директор разведки Южной Кореи. Я же говорю, у них там просто, ух, как все было весело. В 79-м году пришел к власти Чон Дух Ван, который тоже был диктатором, тоже там отличался подавлением свобод. Короче говоря, все это продолжалось. Потом Чон Дух Ван ушел в отставку, после него был Роды У, такой тоже диктатор. Они оба подозревались в коррупции, там, в расправах над несогласными. Оба были приговорены к смертной казни, потом помилованы. Там полный был дурдом по этой части. И только в 92-м году был избран Ким Йон Сам. Я прошу прощения, я придумал такие у них имена. И, собственно, Корея свернула на такой уж совершенно демократический путь развития. Вот с 92-го года никаких подобных событий не было. Хотя, еще раз, до этого у них были постоянные военные перевороты. Убивали президентов, президентов сажали в тюрьму. В общем, там творилось что-то невообразимое. Но при этом, при всем при этом, произошло экономическое чудо. Южная Корея стала одним из самых высокоразвитых в мире государств. В промышленном и технологическом отношении. Промышленный гигант. Я вообще был в Южной Корее однажды. Довольно приличное время я там провел. Я все вот этих чудеса видел. Это поразительная совершенно история. Как там все это выглядит. Однажды мой товарищ хороший сказал так. Слова относятся к 2000-му году, кстати. То есть четверть века назад он это сказал. Он россиянин. Сказал, что я был в Китае и понял, что мы отстали от китайцев лет на 25. Ну, сейчас, конечно, уже намного больше. Потом я был в Южной Корее и решил, что мы отстали от них на 100 лет. А потом я побывал в Японии и понял, что отстали навсегда. Ну, вот сейчас вот про навсегда можно и про Южную Корею сказать в том числе. Короче говоря, с 92-го года они свернули на демократические рельсы. И уже окончательно как бы у них там все вроде бы утряслось. Но, как вообще устроена политическая система? Это президентская республика. Там есть президент. Вот в данном случае это тот самый Юн. Он избирается всеобщими выборами сроком на 5 лет на один срок. Больше не имеет права избираться. Ни на второй, ни на какой другой. Ни через срок. Один раз в жизни ты можешь быть южнокорейским президентом в течение 5 лет. И есть парламент. Это однопалатный парламент, куда тоже избираются депутаты от разных партий. В Южной Корее есть многопартийность. Традиционно они там делятся на правых, условно, и левых. И все у них дискуссии происходят не по поводу там прав и свобод человека. Вот как скажем в какой-нибудь Европе там, да, и так далее. У них, например, вообще не стоит вопрос об, скажем, однополых браках. Это вообще их не интересует в принципе. Они не легализованы в Южной Корее, но я насколько понял, там на них смотрят сквозь пальцы на эти вещи. Их всех интересует только вот как все было в прошлом, кто и как поступал в прошлое. У них, короче говоря, все споры внутриполитические вокруг истории происходят. Южная Корея правы были те, кто вот как бы свернул на рыночный путь, путь рыночного капитализма. Или нужно было остаться на планах. Вот они по этому поводу срутся, дерутся, кстати, регулярно. У них там такие очень живописные драки бывают в Южно-Корейском парламенте. И такие дискуссии. При этом традиционно считается, что правые партии тяготеют в сторону США, а левые партии симпатизируют Северной Кореи. Но это, грубо говоря, отчасти мне напоминает ситуацию, как вот всякие левые в Европе ходят в Арафатках, симпатизируют там Ясю Рарафату или каком-нибудь Че Гевари. Что тот, что тот маньяки, убийцы и ублюдки, но при этом вот им почему-то симпатизируют, они их считают символами свободы. Я не знаю, что там в голове у этих южно-корейских левых творится, почему они симпатизируют Северную Корею. Но речь не идет о том, чтобы вот давайте Северной Кореей объединяться. В свое время, когда шли дискуссии в Южной Корее о том, что нужно, вот у них был такой момент, когда они начали даже немного сближаться, то они поняли, что идти по пути Германии нельзя. Помните, в чем была ошибка Германии? Они сначала объединились политически, а потом уже началась экономическая интеграция, что привело к тому, что Запад содержит Восток. Ну, как бы бедный этот вот неразвитый бывший советский Восток. Поэтому корейцы решили, что мы сначала проведем экономическую интеграцию, Север начнет развиваться, станет там промышленно развитым, а потом уже и объединимся. Но эта идея благополучно похерилась. Так что, в общем, вот так это все у них примерно выглядит. Надо еще отметить такую вещь. У них Конституция есть в Южной Корее, причем она переписывалась пять раз. В 87-м году был принят последний вариант Конституции. Крайний, как говорят летчики, не факт, что он последний. И у них нет Конституционного суда, а есть Верховный суд, который исполняет обязанности Конституционные. Вот это как в Израиле, кстати. Есть у нас Богац, так называемый Верховный суд справедливости. Вот он исполняет функции Конституционного. Хотя у нас нет никакой Конституции, это большая проблема, но об этом как-нибудь отдельно. Так вот, президент Юн, он считается правым. Он считает, что никакого сближения с Северной Кореей быть не может даже в принципе. От них нужно отгородиться, вот, понакопать там рвов, крокодилы, мины, забор до неба. Вот все как положено. И он по этому поводу постоянно спорил с левыми. Рейтинг его очень низкий, считается там ниже 20%. И он такой непопулярен, как бы в народе, скажем так. И вот, возможно, на этой вот почве, да, он и решил ввести военное положение, значит, обвинив оппозицию в том, что она ведет какую-то подрывную деятельность и слишком там вот тяготеет в сторону Северной Кореи. Еще раз, оппозиция сейчас обладает большинством в парламенте, но не конституционным, а простым. В результате оппозиция заблокировала, то есть приняла такое вот, как бы, постановление или декларацию, требующую от президента отменить военное положение. То есть по закону фактически парламент отменил указ президента о введении военного положения. Там стянули армейские части в Сеул, да, с бронетехникой, спецназ вошел в здание парламента, чтобы вот прекратить его работу, потому что ввели военное положение. Дальше произошел какой-то анекдот, на мой взгляд, потому что депутаты показали, значит, свое постановление военным. Вот постановление, где мы отменяем указ президента, все по закону. Военные посмотрели, сказали, нет проблем, взяли под козырек и ушли из парламента. В общем, абсолютно дикий народ по этой части, да, все у них там, значит, демократия, законы и так далее. Далее в результате президент оказался как бы голый босс перед разъяренной оппозицией, перед народом, который его не любит и так далее. И сейчас оппозиция хочет провести процедуру импичмента. Но им для импичмента не хватает там немножко голосов. Чтобы начать процедуру импичмента, отстранения президента от власти, нужно две трети голосов ровно и больше. А у них такого количества нет, еще раз, простое большинство. А жуковое простое большинство, 50% плюс 1. Вот тебе и простое большинство, да. Я не знаю, как конкретно распределяются голоса сейчас в Южнокорейском парламенте, но в целом вот у них большинство. И в чем проблема у президента? Из его собственной партии как бы могут появиться перебежчики, что в парламентах подобного типа, что в Израиле, кстати, регулярно происходит, они могут перебежать на ту сторону, усилить то крыло, усилить оппозицию, дать им необходимые голоса, и тогда произойдет импичмент, после чего президента могут обвинить в попытке государственного переворота, и он, как многие его предшественники в Южной Корее, отправится на нары буквально. То есть у них там в этом смысле, конечно, просто жесть такая творится конкретная. Я напомню, что Юн был избран в 22-м году, да, соответственно, до 27-го года он должен был быть на посту президента, 5 лет у них, я напоминаю, один срок 5 лет. И исторически рейтинг новоизбранного президента, вот его Юна, был самый низкий в истории Южной Кореи, самый низкий. Но он, тем не менее, выборы выиграл. Вот, там есть много вопросов к нему, например, по части поддержки Украины. Вот сейчас только что украинская делегация была в Южной Корее, которая является, я напомню, кстати, одним из крупнейших производителей оружия в мире сейчас, да, входит, по-моему, в пятерку или в десятку точно, в десятку точно совершенно входит крупнейших производителей оружия. Украинцы хотели у южнокорейцев оружие купить, не просили подарить, дать попользоваться, в аренду и так далее купить. Вот, но Южная Корея отказалась, причем никак это, в общем, не мотивировав. И с одной стороны, с одной стороны, оно вроде как и нормально, да, в конце концов, есть товар, есть купец, я хочу тебе продам, не хочу не продам, рыночные отношения. То есть имели право, но учитывая контекст, а именно активное участие Северной Кореи в войне против Украины на стороне России, снабжение боеприпасами, прямую отправку военных уже северокорейских на фронт и так далее, это выглядело странно. Могли бы как бы хотя бы, ну, что ли, замаскировать это, там, завуалировать, сказать, что у нас огромная очередь из заказов, да, мы вот полякам не успеваем поставлять заказанное оружие и так далее. Нет, просто отказали и все. И вот это выглядело как минимум странно. Он в свое время тоже очень отметил с такими противоречивыми заявлениями, странными. Например, очень хвалил Чон Духвана. А Чон Духван, вот я про него рассказывал, один из южнокорейских диктаторов, отличался такой жестокостью при подавлении различных беспорядков. Вот погуглите такое восстание в Кванчжу, например, где тоже было оно подавлено, там, с большой жестокостью было много погибших и так далее. Он что-то такое вот очень сильно его хвалил и так далее. И от него потребовали извинений. И он у себя в инстаграме, он как бы извинился, а на следующий день у себя в инстаграме опубликовал фотку, где он яблоком кормит свою собаку. Дело в том, что в корейском языке слово яблоко и слово извинение это омограф. Что такое омограф? Это когда слово пишется одинаково, но по-разному произносится. Замок и замок, грубо говоря. И вот вроде как он скормил свое извинение собаке, ну типа засуньте мои извинения себе в одно место. Грубо говоря, так примерно это восприняла общественность. Короче говоря, ореол у него такого, в общем, ореол у него довольно скандальный. Сейчас начали подавать в отставку, там, члены его администрации собираются подавать и члены его партии. В общем, короче говоря, положение у него довольно шаткое. Но самое главное, что судя по всему, учитывая, что все это было довольно быстро, довольно кратковременно и абсолютно в рамках закона Южной Кореи удалось избежать всяких проблем. Тут был момент, я вот вчера в эфире у коллег украинских высказал такую мысль. Мы, конечно, посмотрим, как это все будет развиваться. На тот момент, когда я это говорил, еще не было понятно, чем все закончится. Но самое главное, как отреагирует Северная Корея. Но Северная Корея, судя по всему, не отреагирует никак. То есть не будет никаких там военных поползновений с ее стороны. Уж точно совершенно единственное, что-нибудь там Ким Чен Ын скажет по поводу того, что у этих очепенцев, значит, с юга, американских марионеток, или как они там любят вот это вот все вот так вот в своей вот этой вот стилистике чучхе высказаться. Вот так у них все рассыпается. А у нас все монолитное, прочное, значит, как бетон застывший. И вот все вокруг фигуры вождя сплотились. Вот вам разница между тоталитаризмом, наследственной монархией, тоталитарной и, соответственно, демократии. В демократии все бурлит, искрит, шипит и так далее. Так что, опять же, посмотрим, чем вся эта история закончится. Но я полагаю, что закончится она нормальная. Южная Корея в очередной раз, вильнув, так сказать, как корабль на курсе, пойдет дальше в сторону развития и дальше будет развиваться. В целом, конечно, в мире вообще отмечается такая невероятная турбулентность. Везде буквально это происходит. Начиная с войны в Украине, страшной, ужасной, о которой мы тут регулярно говорим. Продолжая войной на Ближнем Востоке, которая уже давно выплеснулась за пределы Израиля, там Ливана и так далее. В Сирии вот заваруха началась. Сейчас что-то там начнется еще где-нибудь. И вот сейчас еще вот Южная Корея подлила, так сказать, масло в огонь, заставив всех немножко поволноваться. И всех, значит, стать из экспертов по Сирии. Резко стали все экспертами по Южной Корее. Сейчас все вернутся опять там какую-нибудь Сирию или еще где-нибудь что-нибудь случится. Ну, такова наша эпоха постправды, такова наша информационная эпоха. Цифровая эпоха, так можно сказать. Важный момент. Сегодня после обеда выйдет интервью с Гришей Тамаром. Это мой хороший товарищ, тоже военный как бы обозреватель и военный историк. Мы с ним там говорили о разных вещах, в том числе об итогах Третьей Ливанской войны промежуточных и о химическом оружии. Вот не пропустите это видео. Там он любопытные вещи рассказывает. Григорий, он в этих делах такой весьма компетентный человек. И спасибо, что смотрите мои видео. После обеда интервью не забудьте. И не забудьте поддержать это видео тоже. Еще раз спасибо. Всем пока.